Продолжение следует... Так, цифры от единички до 10. Поехали. Так, спасибо, спасибо. Значит, всем хорошо меня слышно, замечательно. А теперь давайте выясним, кто участвовал уже в моих вебинарах. Поставьте, пожалуйста, единичку, а те, кто не участвовал и не знает, поставьте, пожалуйста, ноль. Так, нолики, 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 нолики. В основном нолики, все, даже ни одной единички не вижу. Итак, дорогие друзья, раз одни нолики, тогда я немножко представлюсь, я расскажу немножко о себе, чтобы у вас появилось немножко больше доверия. Итак, меня зовут Виктор Луганский, я об этом уже сказал. Я практик тибетской буддийской тантры и докчен. Есть такое учение высшей йоги в Тибете, в переводе на русский «Великое совершенство». А также я практик йоги и йога-терапевт с 27-летним стажем. В начале 90-х я немного практиковал индийскую йогу, именно хатху, около трех лет где-то. Немного, но это послужило хорошим стартом. Я не стал ей заниматься далее по той причине, что я с самого детства занимался боевыми искусствами, очень активно, от карате и квандо. И меня йога интересовала также, кроме самосовершенства, еще как вид, который позволил бы мне развиваться в восточных недоборствах. Выяснилось, что индийская йога немножко не подходит и что большинство, практически все техники медитации в восточных недоборствах, все техники дыхания, различные дыхательные техники, энергетические, они все из даотской йоги. Поэтому в середине 90-х я изучал, а потом не преподавал даотскую йогу. Даотской йогой я занимался более активно. Даотская йога – это китайская система, это тот самый цигун. За одним только различием, что цигун бывает разный очень, но, во-первых, есть буддийский цигун, есть даотский цигун. Я занимался даотским цигуном, и не просто цигуном, потому что цигун, опять-таки, может быть как боевое искусство, как оздоровительная система, а даотская йога – это йога, то есть это система, которая ведет человека к высшему духовному совершенствованию при осуществлении, прекращению перерождений и так далее и тому подобное. То есть очень серьезная вещь. Я практиковал именно этот вид йоги, отличается он тем, в частности, от индийских систем, тем, что на Западе очень хорошо известны индийские системы йоги, таких как хатха-йога. Поэтому все думают, что йога – это когда говорят человеку йога, да, он сразу представляет себе такого мужика в трусах, на коврике, который закидывает ногу за голову, или такую красивую такую девушку в фитнес-клубе, которая такая красивая, выполняет всякие волшебные упражнения и так далее и тому подобное. Так вот, на самом деле, это только маленькая часть йоги, и большинство йог, большинство йог и вообще упражнения йоги – это в основном дыхательные техники, техники, связанные с медитацией и визуализацией, на самом деле. Так, Абдуева Табарак говорит, ничего не слышу. Ну, все меня слышат пока что, извините. Слышно? Так, продолжаем дальше. Так вот, даосская йога – это система, которая работает с системой канала вычак, которая работает с различными техниками дыхания, визуализации и так далее и тому подобное. Понятно, да? Именно этой системой, соответственно, я и занимался. Но, так получилось, что все-таки в 2001 году я сделал выбор, я окончательный выбор и стал практиковать тибетскую йогу. Что же такое тибетская йога? То есть, с 2001 года я стал учеником одного из известнейших учителей тибетской йоги, буддийской тантре и джокчен, Амкарно Гуринпоч. То есть, я рядовой ученик, но я являюсь йогом. То есть, я посвятил жизнь йоги, соответственно, техникам высшего духовного просветления. Итак, что же такое тибетская йога? Тибетская йога – это не какие-то физические упражнения, это не какие-либо пять тибетцев волшебных, которые выдумал Питер Келдер в сказочке «Оковозрождение». Тибетская йога – это два мощнейших учения, которые существуют на территории Тибета. Это Ваджраяна и Бон. Ваджраяна в переводе с санскрита на русский означает «алмазная колесница». И алмазная колесница – это тибетский тантрический йоги. Самым известным человеком для обыкновенного, так сказать, среднего гражданина, представителем этой системы является Дала-Лама-14, знаете такого человека. Но я должен вас предупредить, что то, что вы о нем знаете, на самом деле вы ничего не знаете, потому что Дала-Лама – это не какой-то освященник высшего сана, не какой-то буддийский папа-инский. Дала-Лама является настоящим йогом. Очень авторитетным, очень серьезным. А религиозная деятельность – это деятельность, собственно говоря, так называемых низших тантр, о которых мы сегодня с вами будем интересовать. Кроме того, в Тибете есть учение Бон, а точнее Юдрун Бон. Юдрун Бон – это, переводя на русский язык, означает «вечное учение», «вечное знание», «изначальное знание». Соответственно, Юдрун Бону очень много лет, по некоторым данным ему 18 тысяч лет, можете так сказать. Ни одно учение сейчас в мире не может похвастаться такой древности. Учение Бон несет, не имеет свои корни в шаманизме, но это очень мощная система, очень совершенная система, которая также ведет к высшему духовному протестированию. Я в основном учусь у своего учителя, это, соответственно, учитель Ваджояны, а также точно я учился у учителей Бон, соответственно. И, соответственно, я практик Тибетской йоги вот в этом музее. Кроме того, я изучал и практиковал Тибетский массаж Кунье, благодаря чему получил базовое познание Тибетской медициной. Ну, чтобы вы поняли, Тибетский массаж Кунье – это не какой-то массаж, а Тибетский массаж Кунье – это целостная самодостаточная система, в которой есть своя система по пунктуру, в которой есть своя работа системы с энергетическими каналами, с центрами, где нужно уметь готовить различные лекарственные средства, такие как мази, такие как масла, такие как отвары различные, ну и много чего другое. Сюда входит вся тибетская косметология в эту систему, то есть это очень мощная система. Я практически всю не изучал, такую систему, как косметологию я не изучал здесь, но я этой системе отдал 8 лет, практиковал с людьми, и благодаря этому получил, в общем-то, базовое познание Тибетской медицины. Сима сегодняшнего вебинара – Тибетская книга мертвых. Наука о жизни и бессмертии. То есть секреты тибетских югов о жизни и бессмертии. Почему Тибетская книга о мертвых? Это на самом деле никакая не книга о мертвых. Это на самом деле наука о жизни и бессмертии. Сейчас я вам объясню. Да потому что это на самом деле Тибетская йога, дорогие друзья. И как истинная йога, она учит избавление от болезней и страданий, и обрестение истинного бессмертия. Чем дела в поведении от вебинара? На этом вебинаре, дорогие друзья, вы узнаете, что такое на самом деле карма и как создавать кармические условия для долгой и здоровой жизни. Я сегодня расскажу вам такие вещи, которых вы нигде не прочитаете и никогда не услышите ни от кого. Не от таких эзотерических волшебных учителей, которые издают 20 подряд книг по диагностике кармы. На самом деле вы сегодня узнаете то, что вам по-настоящему надо знать о карме и о том, как она работает, и какие главные знания о карме вы должны знать с точки зрения традиционных учений, в данном случае с точки зрения учения Тибетской йоги. К тому же вы узнаете, существует ли бессмертие. Что у вас бессмертно, а что подвижно смерти и разрушению. Это очень непростой вопрос, но сегодня мы к нему подойдем очень просто. Как тибетские йоги готовятся к смерти и почему это важно знать каждому? Ну, у нас, так сказать, по тем веяниям, которые к нам пришли из Запада, из Европы, из Америки, у нас люди, в общем-то, до порастящего вида зачастую боятся разговаривать о смерти. Это веяние Запада на самом деле. Так вот, на самом деле все серьезные культуры очень серьезно относятся к смерти. И знание о смерти помогает человеку очень много в жизни, на самом деле. Сегодня мы об этом поговорим. Далее вы узнаете о шести формах существования в круге жизни и смерти. И как выбрать правильную дорогу еще при жизни. То есть, существуют очень важные понятия, так называемых промежуточных существований, которые существуют между перерождениями, между рождениями, соответственно. Человек первождается, да? Все знают об этом уже. Вот, соответственно, это очень важное знание, которое необходимо знать для того, чтобы жить долго, счастливо, и для того, чтобы не умереть раньше времени. Далее. Вы узнаете, как сможете избежать смерти и перейти в другую форму существования. Какую такую форму существования? Что это? Что подразумевает? А вы сегодня узнаете. Далее. Вы узнаете, каковы первые признаки приближающейся смерти? Как отсрочить смерть? И как продлить жизнь, стать сильным, удачливым и иметь отменное здоровье? Вот тема сегодняшнего нашего вебинара. Ну, по традиции я обычно, кроме того, что я что-то рассказываю людям, я обычно это как-то иллюстрирую. То есть, я даю упражнения не просто в подарки, да, а упражнения, которые иллюстрируют ту тему, о которой идет речь. И, соответственно, сегодня вы научитесь практиками тибетской йоги для обретения здоровья и увеличения срока жизни. Упражнению тибетских йогов, спасающему от болезни и несчастья. Упражнению тибетских йогов по очищению главных кармических каналов. Манты тибетских йогов, очищающие негативную карму. Кроме того, я сегодня сделаю вам конкретное предложение. То есть, все вы пришли послушать, соответственно, то, что говорят тибетские йоги о жизни, о смерти, о карме, да. У каждого из вас есть какие-то проблемы. Эти проблемы можно решать. Более того, можно избегать различных проблем на будущее, на будущее. То есть, сделать так, чтобы этих проблем было как можно меньше, чтобы вы меньше болели, чтобы было меньше несчастья в жизни, да. Чтобы жизнь была долгая и счастливая. Для этого необходимо практиковать специальные методы, которые посвятуют тибетские йоги. Тибетские йоги, практики тибетской танки, да. Поэтому я конкретно могу вам предложить на этом ламинаре курс обучения трем танклическим методам, кармического очищения. Эти методы не что-то, что придумал я. Эти методы не то, что придумал какой-нибудь эзотерист, да, который переливает из пустого порожения. Это самые настоящие методы, связанные с тибетом. Тибетской йогой и, соответственно, с танклическими методами продления жизни. Вот тут, кстати, сразу Ольга скинула ссылочку, можете по ней пройти по ссылочке. Но, значит, это настоящие методы древней варжавяны. Они выдумки современных эзотерических фантазеров. Эти методы, практикуемые вместе, их три штуки, да, настолько мощны, что могут не только избавиться от тяжелых болезней, но и разрешить множество материальных проблем в вашей жизни. На курсе вы узнаете все о танклических методах очистки кармы, избавляющих от болезней и внешних проблем. Вы узнаете о том, как на самом деле формируется и очищается карма, а не так, как это описывают фантазеры современного эзотеризма. Как ваша карма и ваши болезни связаны с системой кармических ветров, каналов и чакр, и как, управляя этими ветрами, избавляться от болезней, проблем и дурной участия. На курсе вы научитесь техники чтения мантры, пяти элементов для очищения кармического тела, кибетской техники дыхания и управления тремя главными энергетическими каналами, техники избавления от негативной кармы и болезней с помощью девяти очищающих дыхания, техники уделения и удаления негативных кармических образований, каких-то таких кармических образований. Тех кармических образований, которые внутри вас дреют, а потом, когда воздевают, превращаются в физические различные болезни и различные несчастья во внешнем мире. Вы узнаете, научитесь техники о раскрытии пяти главных чакров и устранения блокировки энергетических каналов, а также вы научитесь пяти специальным упражнениям янтан-палун для очищения кармических ветров и каналов. Вот такой замечательный куб из секретных техник, но в то же время, которые уже разрешены для практики любому желающему. Раньше все это содержалось в глубочайшем секрете. Дорогие друзья, если вы будете внимательно слушать этот вебинат, то сможете научиться упражнениям для долгожителей, которые я приготовил для вас в подарок. Тибетская книга «Мертвых» пришла к нам из Тибета и на деле является очень древним специальным учением. Чтобы это учение было нам полезным, необходимо прежде всего разобраться в культурной и философской базе его породившей. Это будет не скучно, это будет очень интересно и очень познавательно. Итак, как я уже говорил, в Тибете существует только два юридических учения. Ваджвайяна, буддийская тамба, и шаманистское учение Бон. Эти учения, собственно, и есть. Та самая тибетская йога, о которой так много говорится и пишется различными людьми. Чтобы вам было понятно, Далай-Лама, например, это не просто буддийский священник. Это прежде всего глава юридической линии неприемственности. То есть это очень серьезный человек, который держит в себе так называемые юридические линии передачи на различные танторы, на различные учения. И это является очень-очень важным в системе Тибетской йоги. Потому что в системе Тибетской йоги существует очень много методов самодостаточных. Это не значит, что если все эти методы практиковать, вам не хватит, вам ста жизни не хватит. Потому что этих методов много. Все эти методы заточены под определенного типа людей, с разными способностями, с разными сложностями и так далее. Поэтому существуют разные школы, которые, например, родились в разное время, в разных местах. Используют немножко разные методы. Но все эти методы, в общем-то, они похожи, потому что все эти методы являются методами методического буддизма, методического буддизма и бонда. Коротко, каковы воззрения буддистов? Здесь воззрение буддистов будет написано как для простых людей. Тех людей, которые просто ничего не знают. Поэтому, если здесь были вы буддисты, я бы разговаривал по-другому. Для вас все очень просто. Итак, давайте предельно просто. Итак, с точки зрения буддизма, человек в безначальных времен живет, умирает и рождается вновь. Как в индуизме тоже. То есть, в связи с ним, это понятие о перерождении. Проживая жизнь, человек накапливает в благении, в благении деяния различных склонностей. Из-за чего имеет разные условия жизни в последующих рождении. Ну, знакомое. Это как в христианстве. Все равно, что до количества плохо тебя вел, то ты попадаешь в ад. Если хорошо, то в районе. Здесь, как бы, не говорится об аде районе. Здесь имеется в виду, что ты в следующей жизни плохо жить будешь. Например, родишься не человеком, а остриком. И будешь, как он не будешь, соответственно, жить в тёплой квартире. А будете где-то постоянно прозревать на холоде, на жаре. И, так сказать, какие-то, какую-то покладу. Это бесконечное, это бесконечное колесо перерождений является страданием. То есть, с точки зрения буддизма, как и буддизма, на самом деле. И других учений, таких, как гаосизм, на смысле, да. Перерождение является злом, на самом деле. У меня был смешной случай, когда я, надо сказать, на полях интернета, разговаривал с женщинами-гагеристками, которые спросили у меня, как у йоги, значит, к чему стремятся йоги. Я подумал, что им сказать. И сказал, что йоги стремятся к прекращению перерождений. У них было такое ужасное возмущение, неподдельное. Как это так? Йоги стремятся к прекращению перерождения. Это же стремление к смерти. Это разговор зилетантов. Почему? Потому что, на самом деле, прекращение перерождения – это жизнь. А продолжение перерождения – это самая настоящая смерть, потому что вы умираете, и вы не помните о себе абсолютно ничего, на самом деле. Вот. Далин Гинова-Светлана пишет. Да, согласна с этим. Уже 10 лет занимаюсь силой. Вот, пожалуйста, человек очень хорошо понимает. Итак, продолжаем дальше. То есть, перерождение – это страдание, на самом деле. Далее. Причина этого страдания – невидение. Это не просто интеллектуальное непонимание. Это не значит, что вы в книжке что-то не прочитали, что вам полагается. Это незнание – прямое незнание. То есть, человек не знает. Поэтому йога, на самом деле, это, дорогие друзья, путь к знанию своего истинного состояния, истинного положения вещей, не интеллектуального, а прямого подстяжения. И сегодня об этом мы эту тему очень хорошо затронем. Итак, вырваться из круговорота страдания можно избавившись от неведения, достигнув просветления. Йога – весь путь к просветлению и избавлению от страданий, на самом деле. В июне 2001 года от моего драгоценного учителя Намкая Норболинбочи я получил посвящение до учени буддийской танцы. Среди посвящений был ванг. То есть, это один из видов посвящений тантрических в тибетском буддизме. Этот ванг я получил на шитро. Шитро – это такая практика. И это не только практика тантрическая, это целое мощное учение. Мало кто знает, что тибетская книга Мертвых, Бордо Сюдов, это только малая часть, маленькая-маленькая такая часть, буддийского тантрического учения под названием шитро. А шитро – это целое собрание юридических учений, практических учений. Просто какие-то там книжечки, секретики, я думаю, что это написано. Это методика, это духовная технология для достижения конкретных вещей, предназначенных для полной юридической организации. На самом деле. Учение шитро передал знаменитый гуру Патмастамбала. Он основатель тантрического буддизма в тибете. То есть, того тибета, который существует сейчас, его бы не было бы гуру Патмастамбала, потому что именно Бордо Сюдов Патмастамбала является неосильной частью этого буддийского учения. Патмастамбала в свое время был великий Медюгин Махаситхой, человеком, обладающим сверхвозможностями. Это был ужасающий диоксинус, человек, который реализовал все, что пока можно. Великий учитель был. И был такой царь тибета Трисон Деоцен. И в то время созрела такая политическая ситуация в Тибете, что необходимо было поменять религию, государствообразующую религию. Как вот князь Владимир крестил ручь в свое время, так же точно Трисон Деоцен решил, так сказать, не крестить, а сделать тибет-буддийский. И он пригласил Патмастамбала, потому что до этого обыкновенным книжным монахам, которые приходили с обыкновенным книжным знанием, этого делать не удалось, потому что, как я уже говорил, в Тибете существовало давно уже очень мощное и сильное юридическое учение Бонн. И только благодаря тому, что пришел Патмастамбала, пришел Патмастамбала, тибетский кандрический буддизм начал распространяться в Тибете. Угуру Патмастамбала было движены царевна Мандарава и князна Еши Цыгьял, которая, князна Еши Цыгьял, передала учение Шитро, которое сегодня идет речь, будущим поколениям. Откуда уже в Патмастамбала сдали все эти жены? Дело в том, что когда Патмастамбала там был не только великим йогом и махатихой, он еще к тому же был человеком знатного рода. И когда его тридцом в почести пригласил в Тибет, то ему сделали подарок, ему подарили двух жен. Ну, это были другие времена, это не христианская страна, но подарили, так как он был у высокого астана, ему, соответственно, звание ему подарили, соответственно, женщин джонтовской и тарских, то есть царевну и княжну, соответственно. Одни жены стали духовными женами, то есть это женщины, которые стали великими учителями, великими подвижницами, они стали дёгьями. И самая известная из них была Еши Цыгьял, потому что Еши Цыгьял стала великой женщиной-учитель, первой самой известной женщиной-квидетель-учитель. Вот, и она осталась, кстати, в истории тибетской медицины, она была первой женщиной, которая освоила тибетское науковое врачевание и была первым тибетским доктором. До этого женщин к этому не допускали. То есть можете все представить, какая была на те времена революция, когда пришёл под Масамбаба. Считается, что жена под Масамбабы, великая йога Невеши Цыгьял, сокрыла магическим способом многие учения под Масамбабы для будущих поколений. Поэтому учение Шитро передавалось через движение и передачи. Кама и терма. Где кама – это естественный способ передачи от человека к человеку. То есть вот я вам сейчас рассказываю, это типа кама. То есть я вам вкусно, языком болтаю, рассказываю вам, так сказать, об этих учениях и так далее. А есть терма. Терма – это магический способ открытия духовных сокровищ, передачи духовных сокровищ. Это когда какие-либо учения, которые будут очень важны будущим поколениям, передаются в будущее. Эти учения закладываются в 5 элементах. В земле закладываются, в скалах там где-то. Они закладываются в водах, в воде. Они закладываются в небесном пространстве. Они закладываются в других различных местах. Они закладываются в различных других мирах и так далее. Что потом людям оттуда им их передали. Они закладываются, значит, эти учения закладываются в йогах. То есть йоги к йоге, когда, допустим, умирают, они перерождаются. И когда через много, через столетия, допустим, йог такой рождается, он вдруг обнаруживает, что он помнит это учение. И он, соответственно, его начинает распространять, потому что в то время эти великие учения, юридические и тайные учения, они как раз предназначены были для того времени. Вот что такое термо. Тексты термо стали широко известны в 14-м столетии. Благодаря таким тертонам, то есть тем, кто открывал эти учения, как Карма Лимфа, он был одним из великих учителей, который открыл термо Шитро, о котором мы с вами говорим, часть которого составляет учение Барладедов, получившее на Западе название Тибетское книгомерство. Что это такое за Тибетское книгомерство? Сейчас вы узнаете историю вообще слов. Почему Тибетское книгомерство? В наше время, то есть какое наше время? В начале прошлого века, в начале прошлого века, в начале 20-го века, часть этого учения была переведена профессором Эван Сервенцем и названа претенциозным названием Тибетское книгомерство. То есть «Тибетской книгой мертвых» этот текст назвал сам Эван Фрэнс. То есть на самом деле, если вы с Тибетом спросите о Тибетской книге мертвых, он сказал, что я не знаю, что это такое. Понятия не имеют. То есть в Тибете такого понятия не имеют никакой Тибетской книги мертвых на самом деле. Как это произошло? Для того, что Эван Фрэнс был в общем-то великим ученым. То есть Эван Фрэнс — это человек, который первый имел контакт с настоящими тибетскими йогами и китайскими даосскими различными материалами. Он узнал о многих тайных знаниях. Но так как он был ученым, а не практиком, он не мог эти учения реализовать, поэтому они на самом деле остались для него тайные. Но будучи ученым, что он делал? Он изучал. Он изучал, делал различные доклады, писал книги в западном научном сообществе. И вот когда он ему удалось, при помощи одного из лам, сделать перевод, тибетский кусочек шитро, таблическое учение, кусочек маленький, он называл его Тибетской книгой мертвых. Почему? Потому что в то время очень сильно гремели египтологи. И на самом деле люди все интересовались его текстами. Никому не было интересно. Но в то время у египтологов было такое понятие, как египетская книга мертвых. Мы вот слышали, да? И тогда он, говорит, пошел, сделал ход в конек. Он просто взял, назвал этот текст Тибетской книгой мертвых, потому что там рассказывал о том, как человек умирает и так далее и тому подобное. И, соответственно, таким образом родилось название Тибетской книгой мертвых. Большое влияние перевод этого текста оказал на психолога Карла Густава Юнга. То есть Юнг, основатель современной психологии, да? Вот, значит, собственно говоря, очень был знаком с этим текстом и очень серьезно к нему относился. А такой психолог Тимоти Лири даже сделал текст руководством употребления наркотиков. Ну, такой был человек, вот, слышали, да, он что делал? Он произвел флор, так сказать, в 60-х годах, если не ошибаюсь, в 70-х. Он, короче, употреблял наркотики, он был ученый, и употребляли его сотрудники тоже, и исследовали действия наркотиков на психологию человека. И этот человек что делал? Он просто употребил наркотики и читал эту детскую книгу Мертвых. Конечно, у него были ужасные галюники, я представляю, какие-то введения ужасные были. Вот, вот таким вот образом, с научной целью, так сказать, употреблял наркотики и читал эту книгу. В общем-то, все эти люди на учениях Шитро сделали себе хорошую карьеру. Но, конечно же, совершенно не понимали Иисусу. Мне повезло бы, я ученик Намкай Норболинпочек, и именно мой учитель, будучи одновременно профессором Неаполитанского университета и самым авторитетным тибетским йогином Догчен, объяснил и перевел Шитро тибетскую книгу Мертвых на европейские дырки. Почему он это сделал? Потому что, когда Китай захватил Тибет, было очень много насилия, и многие ламы, особенно перерожденцы, а мой учитель является настоящим перерожденцем, таким же, как Дала-Лама, он был вынужден бежать. Бежал Дала-Лама, бежал, бежал мой учитель, бежало много других людей, монахи обыкновенные бежали, потому что китайцы убивали многих, издевали, садили в тюрьмы, особенно людей высокого положения, религиозного и так далее, йогов и так далее. И когда Молдой Намкай Норбол оказался в Северной Индии, то там уже шныряло очень много различных людей из Запада, которые вызывали лам к себе на кафедре востоковедения и тибетологии, и его пригласил итальянский профессор Джузеппе Тучч. Молдой Норбу согласился, и с тех пор он стал жить на Западе. И так получилось, что одной Норбол этот человек стоял в секретах древнего Тибета, а другой Норбол он срочно стоял на Западе. То есть он женился на итальянке, она ему родила детей, он изучил несколько языков, он преподавал студентам, и он хорошо изучил нас, детей западных. Он очень хорошо нас изучил и понял, какие у вас представления и так далее. И он смог тогда взять не просто тибетскую книгу Мертвых, а маленький кусочек учения. Он взял учение Шитро и объяснил, что это такое. Он по порядку объяснил, что это значит и как это все работает. И все, что я сегодня буду рассказывать, это благодаря тому, что мой учитель эти все вещи разъяснил. Он это написал в книге и он это же нам рассказывал лично. Мы, когда присутствовали у него, соответственно, приезжали к нему на различные ретриты, на различные учения. Все это он нам рассказывал и объяснял, как на самом деле все это работает, как работают все эти так называемые детские секреты. Прежде всего, Шитро это тантрическое учение. Йога это пункт, а Тантра это его разновидность. Тантра учение об управлении энергией. И в отличие от современной науки, об энергии Тантра знает абсолютно все. Если ученые там что-то думают и так далее, то в Тантре на самом деле об энергии знают абсолютно все. Внешнее, внутреннее, неважно. В зависимости от способности ученика, Тантра передается шестью способами. Поэтому существует шесть классов Тантр. Или еще есть такое деление, как высшие и низшие Тантры. Низшие Тантры это Крия Тантра, Чарья Тантра, Йога Тантра. Они предназначены для них низшими способностями. Но мой учитель говорил всегда так, что нет на самом деле высших и низших Тантр. Есть те Тантры, те учения, которые нужны вам. То есть, если вы при помощи этого учения, не важно, высшее, оно не низшее, да. Если при помощи этого учения вы получаете результат, значит, для вас учение высшее. Но, тем не менее, низшие Тантры, дорогие друзья, это религиозное действие. То есть, то, что вы видите, монастыри различные, то, что вы видите, допустим, всякие храмы тибетские, да, и в странах подобных, там, Дутан, Непал и так далее. В основном все, что вы видите, это проявление низшей Тантры. То есть, различные начитывания мантр и так далее и тому подобное, да. То есть, религиозное действие. Такая же точность, как в христианстве, как в исламе, там и так далее. Высшее Тантры это нечто совсем другое. Высшие тантры Маха-йога, Анну-йога и Ати-йога для людей с высшими способностями. Когда вы, допустим, видите в интернете, допустим, или в фильме где-то, видите эти детские тханки, там изображены божества различные, у них много рук, божества, ой-ой-ой там, да, бывает так, что они находятся в Саитее, то есть в половом акте, эти божества могут быть очень свирепыми, от них пышет огонь, от них сверкающие глаза, оскаленные рты и так далее. С точки зрения человека, который воспитывал в христианской культуре, все это ужас и все это демонизм. На самом деле это просто различные культуры, и все эти символы, это на самом деле символы, да, означает нечто совсем другое, все эти символы символизируют различные энергии, которые обитают в нас, а не в неких богов, которые обитают где-то непонятно, в другом усилии или где-то сидят на области. Вот, вот высшая тантра, это уже серьезно, и здесь все символы, которые видите, символы божеств, означают на самом деле самые великие тайны, самые великие тайны Тибета, и тайные методы, которые используются в тибетской йоге. Поэтому, поэтому говорится, что тантра учения символическое, и сексуальный союз, например, ярость божеств на в ханках символизируют не распущенность и демоническую злобу, а человеческие страсти гнев, которые необходимо преодолеть. Как люди практикуют высшие тантры? То есть, вот, человек, допустим, который является не религиозным, да, который является настоящим тибетским йогом, как он практикует высшие тантры, да? Практика высших тантры имеет две основных стадии. На пути есть две основных стадии. Стадию зарождения и стадию завершения. Что это такое? Стадия зарождения, в общем, выражается в практике визуализации себя как божества и начитывания его мандал. Благодаря практике этой стадии йогин знакомится с аспектами своего сознания. Его сознание и обретает над ними полный контроль на самом деле. То есть, что он здесь делает? Здесь практика посвящает мандалу. Мандала – это не просто какая-то красивая картинка. Мандала – это символическое изображение картины мира. Картины энергетического мира. То, как устроен сам человек, на самом деле. Соответственно, все эти аспекты мандала, они изображены в различные божества. Ну, это детская культура, вы должны понимать. Это, соответственно, не наша культура. Поэтому подход, соответственно, соответствующий культуре. И все это очень серьезно, потому что практикуя эти методы, он, в конце концов, практически разбирает себя на атома. То есть, он четко знает, из чего он состоит, скажем так, и как функционирует. Настоящие тантрические упражнения очень сложны. И для них необходимы посвящение учителя. То есть, вы не можете просто взять и прикидать, а я вот хочу попробовать. Никто вам этого не даст, соответственно. То есть, если человек серьезный, и он показывает то, что он, естественно, хочет практиковать, у него есть истинные цели йоги, тогда, соответственно, учитель может его посвятить про практику танта. И он, соответственно, может практиковать. Для обыкновенного человека это невозможно. Никто из своего метода, скажем, йогов или их учеников, не будет никогда этого делать. Но, тем не менее, прямо сейчас мы можем получить хороший опыт, выполнив простейшие тантрические упражнения, например, Тон Глэн, спасающие от болезней, несчастья и дурной участи. Дело в том, что Тон Глэн – это практика, которая проходит абсолютно все практики танта. Несмотря на то, что я сейчас вам расскажу, потому что, когда я буду рассказывать об этой практике, и вы попробуете ее выполнить сейчас, то у многих эта практика может выбрать очень много различных неприятных ощущений. Но такова практика, и такие практики практикуют на пути танта. Итак, практика Тон Глэн. В чем заключается практика Тон Глэн? Практика Тон Глэн заключается в том, что каждое мгновение, мы этого просто не осознаем, все это находится глубже под сознанием еще. Наши органы чувств воспринимают различные объекты. Этот непрерывный поток восприятия различных объектов в течение одного мгновения происходит сотни, тысячи различных актов, благодаря чему мы воспринимаем так называемый плотный мир. Каждый акт сознания проходит через несколько стадий. Первая стадия – это когда мы, например, нашим глазом принимаем какую-либо форму, какой-то цвет, или еще какую-то фактуру. И каждый раз, после того, как мы восстынели, это на втором этапе акта сознания, у нас возникает реакция негативная, позитивная или нейтральная. Вот на этом уровне начинается формироваться уже карма. Не просто потому, что вы хорошо себя или плохо ведете, исходя из того, что принято в обществе, в данной культуре, а в разных культурах плохо и хорошо на самом деле очень разные вещи. На самом деле складывание кармы происходит на этом глубочайшем уровне. И вот это вот либо отвращение, либо привязанность к объекту, либо нейтральное состояние, оно пронизывает всю нашу жизнь. То есть, если вы понаблюдаете за собой, вы можете заметить на поверхностном уровне, что вы постоянно так реагируете. Либо вы испытываете к чему-то гнев и отвращение, либо вы постоянно к чему-то стремитесь. И вот это постоянный маятник, который постоянно катается из стороны в сторону и слагает вашу карму, и делает вашу жизнь несчастной и порабощенной желаниями и инсипатией. Практика Тонгленд позволяет освободиться. Практика Тонгленд не является высшей практикой, но она является очень простой железобетонной практикой для того, чтобы устранить многие проблемы, связанные с негативной кармой, и благодаря чему вы можете перестать болеть вдруг. Можете вдруг обнаружить, что дела, которые были после, вдруг налаживаются, что отношения между ними улучшаются, что у вас есть зеленая дорога и так далее. Значит, вот такие практики, как Тонгленд, скажем так. Итак, давайте я объясню, что же такое Тонгленд. Тонгленд – это когда мы, например, знаем, есть некий человек, который нам, допустим, противит. И этот человек мы не любим или ненавидим его. То есть, если человек нам сделает для нас какое-то зло, или просто он, скажем так, нежелательный человек для нас. Если мы знаем такого человека, у каждого такой человек есть, и не один, наверное, кого он не любит, скажем так, питает от прощения или нелюбови, мы этого человека представляем перед собой, закрытыми глазами. Мы представляем все его негативные качества, которые нам не нравятся. А потом что мы делаем? Мы делаем вдох носом и втягиваем все эти негативные качества его себе в сердце. То есть, мы забираем специально у него, для того, чтобы его освободить от этого страдания. Мы втягиваем все эти негативные качества в сердце. И в сердце появляется белый свет, который полностью поглощает и аннигилирует, то есть, полностью растворяет все эти его мрачи. И на выдохе, когда мы делаем выдох носом, мы посылаем этому человеку восхитительный белый свет, который входит в него, в его сердце, и полностью его очищает от этих негативных вещей. Но мы не просто посылаем свет, мы отдаем ему все самое дорогое. По-ужинам мы передможем представить, что мы отдаем ему свою жену, которую мы очень любим, или своего мужа. Мы отдаем ему своих детей. Мы отдаем ему свою машину. Мы отдаем ему все, что только мы мечтаем, и то, что мы хотим получить, допустим, и то, что мы имеем. Конечно же, когда говорят человеку о том, чтобы он впитывал грязь другого человека, большинство людей, которые воспитаны просто на азиатических учениях, так называемых, из интернета, в основном испытывают кнев и опрощение. Они не хотят этого делать. Но дело в том, что чем больше вы этого не хотите, тем больше для вас это практика. И эту практику как раз практикуют все практики танкры кюрецких, на самом деле. И низших танков, и низших танков. Далее что? Когда вы представляете перед собой негодяя охота, да, и когда вы ему при этом, я вам говорю о том, что вы ему отдавали все самое лучшее, я имею в виду воображание, что он дает. Я говорю, что вы сейчас должны собрать чемодан, взять подмышку своего ребенка и отнести ему. Нет. Речь идет в том, что вы воображаете. Писька не отдаете ему все. У человека возникает в таком случае внутреннее возмущение и протест. Вот если у вас такое возмущение и протест возникает, значит вам нужно это делать. И так, вы на вдохе забираете у него все грязь и все негативное качество, аннигрируете их в своем сердце, а потом отдаете белым цветом все, что вам дорого. И делаете это в течение, допустим, 10 минут или 15 минут каждый день. Вы можете делать это не только с человеком, который вам противен, как негодяй, скажем, который имеет негативное качество. Вы можете представить себе человека, который не плохой, но который сильно болен, который сильно болен за поле болезни. Вы представляете, что вы забираете на вдохе всю грязь, все болезни. А потом отдаете ему все чистое, все самое лучшее, так сказать. Так же точно, как негодяя, скажем так. Вот таким образом. Те из вас, кто испытывает сейчас смятение, те, кто испытывает сейчас прощение от такой практики, должны понять такую вещь, что все практикуют, практики татры, буддийской, практикуют все практики Бонсу, broccoli и так далее. Если они практикуют, значит, эта практика имеет смысл. Она имеет глубочайший смысл, потому что она разрушает, потому что она разрушает кармическое, разрушает колесо кармы. Она разрушает ваши кармические склонности, негативные склонности, которые приводят, periborem, и приводят, на самом деле, к негативным последствиям, болезням и к различным, к различным несчастьям, несчастьям во мне. Вот такая практика. Соответственно, я вам рассказал, как она делается. Она очень просто понимается, но вы должны понять, что вы должны без сожаления дать все самое лучшее и без сожаления впитать в себя все самое лучшее. Светлана говорит, практиковала и раньше. Есть большая разница, практиковать и раньше, или практиковать. То есть, дорогие друзья, я должен вам сказать, что для того, чтобы избыть карму, для этого вам эту практику нужно практиковать все время. То есть вы практикуете эту практику утром, допустим, или вечером, подходя к осну, да? Вы вспоминаете, кто в течение дня вам наградил вас, да? А потом что вы делаете? А потом у вас возникает автомат. То есть вы в течение дня, когда кто-то вас раздражает, неважно, вас могут раздражать дети, ведь вы очень все раздражительные, где-то, да? Кто-то скажет, ай, как же так? Это они виноваты в том, что я такой раздраженный? Нет, дорогие друзья, в соответствии с людьми нет такого понятия. Вы раздражены, потому что вы раздражены. Это проблемы, то, что человек вас раздражает, это его проблема. А вот то, что вы раздражаете, это ваши очень серьезные проблемы, о которых мы сегодня будем говорить. Поэтому, когда вас кто-то раздражает, когда кто-то, допустим, вас выводит из себя, вы, соответственно, отдаете ему все самое лучшее. и забираете, и забираете у него все это вред. Если кто-то, допустим, если кто-то, допустим, живет счастливо, у него все хорошо, и вы испытываете раздражение от того, что вы так не живете, то есть у вас завид, вы стараетесь опять-таки ему все отдать. Существует много вариаций этой практики, которые практикуют в течение дня. И такие люди, которые практикуют в практике низших танков, они практикуют так все время. Из-за этого эти люди приветливы, из-за этого люди эти люди меньше болеют, и больше живут. Вот что значит практиковать эту практику. А не когда-то практиковала. Идем дальше. Но я вам рассказал о том, что есть практики, есть стадия зарождения в высшей танкове. И взял простейшую практику. Есть стадия завершения. То есть после стадии зарождения, когда вы практикуете визуализацию мандалы и так далее, вы практикуете в стадии завершения. Используете техники интеграции смертных энергий материального тела с бессмертным телом. Визуализируемого божества. Именно на этой стадии тиберские йоги работают с чакрами каналов. А больше ничего не нужны. Чакры-каналы просто так не нужны. Для любопытства. Влагодаря этой практике в момент смерти йогин обретает освобождение от круговорота жизни и смерть. И обретает тело бессмертия, дорогие люди. То есть вот это вот вторая стадия, в которой йогин преобразует свое тело. И когда в момент смерти смерть его происходит, то с той стороны, с той стороны, йогин оказывается в теле, он полностью осознает и обретает энергетическое бессмертие, так называемое. Так называемый троукор. Очень много разговоров о тибетской йоге. Есть такой человек Питер Келдер, написал около возрождения. Ну, он фантаст, он написал книжку для людей, которые о тибете ничего не знают, никогда в тибетке его не развивали. Естественно, что все это неправда. И написал там о пяти волшебных упражнениях, которые я как бы выполняю, вы можете, так сказать, жить очень долго и счастье. На самом деле, это не так. Упражнение, которое люди выполняют, тибетская йога не является. Это много ошибок. Поэтому в тибетской йоге эти упражнения называются троукхор, и предназначены они совсем для других вещей. Так называемые троукхор, то есть тибетские янтры. Янтры в тибете, это упражнение, а не десантание мандалы. Тибетские янтры являются разделом до времени, кстати, завершения. И он предваряет работу с чакрами канала. Почему? Потому что на самом деле эти практики, почему, например, тибетками не являются тибетскими упражнениями. Потому что там нет задержек дыхания. Тибетские янтры, это техники, это на самом деле не асаны. Это пранаяма в движении. Для чего они делают это движение? Для того, чтобы выработать различные типы дыхания на задержке дыхания, которые работают с кубоками. Специальная задержка дыхания для работы потом с центральным энергетическим каналом. И потом, соответственно, люди уже работают с чакрами, каналами подбирать. Вот как это все на самом деле выглядит. Далее. Настоящие тантрические упражнения, связанные с системой каналов и чакр, салунг, а также упражнение троукхор, являются секретом. Но нет ничего невозможного. И сейчас, дорогие друзья, мы выполним несложный салунг в стиле троукхор. Благодаря этому упражнению мы сможем очистить каналы, по которым протекает кармическая энергия и значительно облегчить себе жизнь. На самом деле, карма, кармические, наши кармические качества, которые создают карму, так сказать, на нашу, скульту полотно нашей жизни, они протекают в наших энергетических каналах. Есть три главных энергетических канала, и сейчас мы с вами с ними поработаем. Итак, давайте попробуем. Сейчас я подключусь. Вот так, да? Хорошо. Получается. Итак, дорогие друзья, давайте мы с вами приготовимся. Для того, чтобы выполнять это упражнение, крестный его выполнять не получится. Это упражнение можно выполнять только на стульчике. На плоском стульчике. Для чего? Для того, чтобы ваша спинка была прямая. То есть, ваши седалищные косточки, на которых вы сидите, должны честко быть на жесткой поверхности, и ваша спинка должна быть ровненько. Понятно, да? Для чего? Потому что внутри у вас проходят энергетические каналы, и при выполнении этого упражнения у вас дозвучит свободное дыхание, и должны быть ровно прямыми энергетические каналы. Итак, дело в том, что, когда я вам говорил о том, что существует акт осознания, то что весь окружающий мир, он такой сортов из мельчайших актов осознания, которые на самом деле мы воспринимаем поочередно, да? Мы этого не осознаем, поэтому мы воспринимаем мир как плотный, как объемный, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, когда каждый акт осознания делится на четыре этапа, и на втором этапе я говорил вам, когда объяснял комплент, что существует, что каждый объект мы воспринимаем либо чувственно, либо негативно, либо позитивно, либо нейтрально, да? Так вот, это отражается в нашей энергетической системе. Вот этот момент, связанный с восприятием, с восприятием, да? У нас есть три главных энергетических канала, о которых только ленивый не рассказывал, да? Так вот, эти три энергетических канала, они, соответственно, являются пандыщиками. То есть, вы должны понять, что здесь многие люди не понимают, они путают различные системы, чакровые системы. Есть на самом деле системы, связанные непосредственно с физическим телом, да? Там, подвоночник, как и центральный энергетический канал, различные центры, примерные впечатления, да? А есть тампетическая система. Ну, где-то он не знает. Тампетическая система, на самом деле, дневщик-диазома, таковая, напрямую с нашим физическим телом. Но, тем не менее, мы визуализируем в нашем теле три энергетические канала. Начинается, центральный канал энергетический, начинается у нас ниже пупка на четыре пальца. Пупка на четыре пальца, да? Вот он внутри тела проходит, да? И выходит в макушку. Здесь он немножко расширяется. Представьте, у вас, будто у вас у нас такая дудочка, да? Выходит на рост. От него входят два энергетический канала по бокам. Они идут внутри, проходят у нас по шее, значит, с задней стороны черепной коробки и открывают одно эти два канала. С чем связаны эти каналы? Центральный энергетический канал связан с невидимым. То есть он связан с нейтральной реакцией, с равнодушной нейтральной реакцией на воспринимаемое дело. Правый канал у мужчин, и женщины у мужчин немножко по-разному. Правый канал у мужчин это канал связан с качествами гнева и отращения. А левый канал у мужчин связан с качествами привязанности, страсти и привязанности. Соответственно, это не только страсть и привязанность, то есть на самом деле в каждое из каналов входит целый ряд, скажем так, различных кормических качеств, различных кормических ветров, энергии кормических. И эти кормические ветра, они сенсулируются на литературе к нам. Когда я вам рассказывал о том, я объяснял вам практику на уровне так называемых махаянских учений. То есть это учения, которые связаны просто с визуализацией и с работой дискуссионного ума. Здесь мы работаем уже с системой каналов, энергетических центров и управляем уже энергией на тантрическом уровне. То есть тантра – это работа с энергией непосредственно. Чакры, каналы и что такое прочее. Итак, что мы здесь делаем? Для того, чтобы удалить негативные кормические ветра из себя, необходимо уметь правильно дышать и сделать удаление этих кормических образований, кормических центров. Что мы делаем? Третье все, я объясняю, что у мужчины и женщины эти каналы не будут противоположны. То есть я пока не могу отвечать на комментарии, извиняюсь, и отсюда просто не видеть. Значит, здесь у мужчины, справа у мужчины канал с лево, а у женщины канал с лево слева. У мужчины канал с краски слева, а у женщины канал с краски справа. Понятно? То есть все разно с разных сторон. Поэтому мужчины начинают с правой руки, а у женщины с лево. И что мы с вами делаем? Мы с вами используем движение, дыхание и визуализацию для того, чтобы с этим работать. Это там физическая система. Итак, что я делаю на самом деле? Я делаю вдох, поднимаю руку. Зачем я поднимаю руку? Для того, чтобы ослаболить легких больше. Сделать больше вдоха. Я поднимаю руку и вдыхаю, вдыхаю той надрезь, которой у меня рука. Не заморачивайтесь. Если у вас вдыхает обе надрези, ничего страшного. Я делаю вдох, а потом фиксируюсь на левой надрези, в которой у меня выходят ветра страсти и привязанности. И делаю выдох. Выдох. То есть я выдыхаю красно-бурую энергию, красно-черную негативную энергию, которая связана со страстью. Понятно? Потом я делаю вдох через эту же надрезь. И делаю выдох через правый надрезь, гнева, раздражение и все прочее. Снова делаю, повторяю, вдох. 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 А теперь я делаю вдох лобе на три, делаю вдох и на выдохе. Я выдыхаю изоборот на три, но представляю, что выдыхаю через макушку. Через макушку я выдыхаю невидение, омрачение, лень, тупость, различные страхи, беспокойство, сомнения и что-то прочее. Знакомые вещи, которые ни туда, ни сюда, и которые делают вашу обращенность, да? Итак, я делаю вдох и выдох. Спина прямая, смотрите, спинка прямая, и делаю выдох. Вдох и делаю выдох. Вдох и делаю выдох. Достаточно. Это девять официальных очистительных дыханий. На самом деле, эта практика значительно сложнее. В тот курс, который я вам предлагаю, там эта практика есть, и там она для спина очень подробно. Вот. То есть, эту практику я уже учу отдельно. А здесь, если вы хотите, вы можете эту практику выполнять по утрам очень полезно и по вечерам. Утром вы просыпаетесь и выдыхаете из себя все, что вы собирали, негативную карму за ночь. Почему за ночь вы собираете негативную карму? Потому что вам снятся сны, и сна вы совершаете различные поступки, так же точно, так и в течение дня. А вечером вы совершаете, вы вспоминаете о том, что вы совершаете различные негативные действия, и вы их выдыхаете из себя. Понятно, да? То есть, вот таким образом эта практика работает. Сейчас, секундочку. Так. Хорошо. Делать то же самое, что я сейчас делаю, только с левой руки. Ответил, да? С левой руки, соответственно. Итак, на самом деле это упражнение довольно-таки намного сложнее, в смысле сложнее. Оно не сложное вообще. Просто для того, чтобы выполнить по-настоящему, по-настоящему выдыхать энергию, работать в чакровой канальной системе, для этого нужно много вещей знать. Для этого нужен целый курс. Поэтому курс, который я сегодня вам предлагаю, там все это есть. Вот, значит. Там есть много интересных вещей, которые я сегодня рассказала. Там есть специальная мантра очищения этих элементов. Причем я объясняю, как с ней работать. Там очень интересно, на самом деле. Вот. Сейчас мы с вами попрактиковали в простейшем варианте, как работают в тантре, соответственно, с нашими различными кармическими ветрами и энергетическими каналами, которых они циркуляют. Всеми этими методами практик, то есть методами высшей тантры, практик создает бессмертное энергетическое тело для продолжения жизни в духовном мире. Здесь физическое тело, дорогие друзья, на самом деле бессмертное. И так, шитро – это высшее тантрическое учение класса амуйоги. И оно имеет прямое отношение к высшему не тантрическому учению акийоги, то есть докчен, к великому совершенству. То есть учение великого совершенства – это учение значительно выше. И для того, чтобы объяснять дальше принципы кармы и как это вы можете применить в своей жизни, необходимо сделать небольшое введение и объяснить вам, как воспринимают высшие йоги мир и человека. Докчен или акийога, изначальная йога – это высшее учение за пределами танца. Учение о знании истинного состояния. Какого истинного состояния? Нашего истинного состояния. Знание истинного состояния не предполагает чтение книжек, оно не предполагает какое-то интеллектуальное знание. Знание – это примерно так же, как если бы вы были человеком, который никогда не пробовал сладкого. Если вы никогда не пробовали сладкого, то сколько угодно вы бы о нем не говорили, вы все равно не узнаете. Подходите к чему, говорите, ну какое же оно сладкое. Он говорит, ну ты все равно не знаешь, пока ты не попробуешь сахар, например, или сладкий продукт. Он говорит, ну я знаю, какое сладкое. Я читал много книг, я знаю, что сладкое – это кисло-соленое. Он говорит, да нет, ты чего тут кисло-соленая. Вы говорите, ааа, вот в чем дело, сладкое – это горько-кисло-острое. Вы говорите, да нет же, сладкое – это сладкое. И в конце концов этот человек приносит вам сахар, вы попробуете сахар и получаете физический контакт. Вы напрямую узнаете, то есть получаете прямое переживание сладкого. Вы говорите, да, это сладкое. Такое знание своего истинного состояния и так называемый эзотиризм, да, эзотиризм как таковой, очень многие говорят об эзотиризме, не понимая значения этого слова. Эзотиризм – это не информация, которая скрывается от кого-то. Эзотиризм – это информация, которая является сама секретом. То есть та информация, которую невозможно узнать до тех пор, пока вы не практикуете соответствующий метод, для помощи которого вы можете получить результат и узнать, получить при желании. Так вот, ати-йога учит тому, учит истинному знанию самого себя, при котором рушатся все барьеры, и человек узнает себя, соответственно, как божественное существо. Ну, это так можно сказать. Я, может быть, даже зря это слово сюда прикрел божественное, потому что, на самом деле, это совсем из другой оперы. Ну, ладно. Смысл в чем? Вот здесь перед нами символ великого совершенства, символ док-чен. Что он означает? Здесь три главных элемента. Первое – это белая тибетская буква «А». Белая тибетская буква «А» символизирует ваше осознавание. Вот вы сейчас на меня смотрите, вы слушаете, вы воспринимаете данный чувство, вы сейчас себя осознаете. Ваше осознавание, на самом деле, бессмертно. Оно никогда не рождалось, никогда не умрется. Это та часть, которая не является бессмертной, которая никогда не разрушается. на самом деле. Дальше, что мы здесь видим? Это белая «А» находится на голубом фоне, на синем фоне. Что такое синий фон? Это символ. Символ бескрайнего бездонного синего неба. Синее небо ассоциируется с пространством. Вот, на самом деле, мы являемся осознающим пространство. На самом деле, когда вы вы смотрите на белое «А», это может показаться, что есть некий центр, некий центр осознавания. Вот, вы им являетесь. На самом деле, вы не являетесь никем центом. На самом деле, вы являетесь просто осознающим пространством. И в этом осознающей пространстве находится ваша собственная энергия. Ваша собственная энергия символизирует и его догорадует. Здесь 5 элементов. Земля, вода, огонь, воздух и пространство, которое их нищает. Ваша энергия является цельной, нераздельной. О чем это я? Дело в том, что человек воспринимает себя как субъект, а окружающий мир как объект. На самом деле ничего такого нет. Есть мир, который вас окружает все, что вы в данный момент видите, а не то, что вы воображаете. Не то, что находится за стеной, якобы. А все, что вы воспринимаете сейчас в комнате, это есть вся ваша вселенная. Это есть вся энергия, которая вас воспринимает. Когда же вы начнете, допустим, выгнете в окно, вы увидите что-то другое. Это не что иное, как просто ваше собственное энергия, которое имеет определенную манифестацию. Создается впечатление, что мир имеет длину, что мир имеет ширину, верх, низ и так далее и тому подобное. На самом деле это не так. На самом деле ваша энергия является нераздельной и люди стремятся к тому, чтобы обвести эту нераздельную. То есть когда многие люди говорят о том, что слово йога приводит их в союз, они не понимают, о чем где ты. На самом деле в Тибете говорят ни слово не союз, это было бы верно, конечно, а говорят нераздельная. Германия. Почему они так говорят? Потому что на самом деле пространство нашей энергии нераздельное. Нет никакого внешнего мира по отношению к вам. И когда йог выполняет различные юридические упражнения, я не имею ввиду, что он закидывает ноги за голову, это не йога, это просто упражнение. Когда он практикует настоящие юридические упражнения, это упражнение позволяет ему разрушить эту перегородку, которая искусственно создана в его сознании и отделяет его от окружающего мира. Когда йог на самом деле достигает такой нераздельности и осознает себя цельным, вот этим символом, скажем так, то йог достигает полной реализации. Ати-йога, о которой я сейчас говорю, является родственницей индийской Адвайта-Вида. Никто знает такое учение. Ати-йога также является родственницей другому не менее известному учению, Махаянского буддизма, Матхьямики так называемого. Важнейшим текстом, который является так называемая Алмазная сутра. Очень многие слышали, но многие не знают. Кроме того, в этом учении есть знаменитая Сутра Сердца, Хидая Сутра. В ней сказаны такие слова. О Шарипутрах. Поэтому в пустоте нет формы, нет чувства, нет различающих выстрелов, нет энергии, нет познания. Далее, слушайте внимательно. Нет глаз, нет уха, нет носа, нет языка, нет тела, нет ума. В чем это вы говорите? Ну, для человека обыкновенная какая-то береберда, какая-то софистика. На самом деле, дорогие друзья, дети имеют в виду совершенно конкретные вещи. Если вы правильно поняли то, что символизирует символ ДОВЧЕН, вы должны понимать такую вещь, что уши, которые воспринимают звуки, глаза, которые воспринимают зрительные образы, соответственно, не являются первичной причиной способности видеть и слышать. То есть это все лишь вторичные причины. Почему, если сейчас вам объясню, что я имею в виду? То есть на самом деле нет никаких глаз, нет никаких ушей. Во сне, например, мы видим и слышим, но не глазами и ушами в этом участвует только наше сознание. Вот задайте себе вопрос. Вы неоднократно, вы постоянно, каждый день спите, вам снятся сны. Во снах вы с кем-то разговариваете. Во снах вы что-то слышите и что-то видите. Какими такими глазами и ушами вы все это видите? Правильно, вы не можете ответить. Почему? Потому что на самом деле вы воспринимаете все это в сознании и чувствах. То есть сознание имеет такие аспекты, как сознание чувств, сознание глаза, сознание уха, сознание носа, языка, это всего шесть сознаний. И уши, уши и нос являются все лишь столичными условиями для того, чтобы вы что-либо видели в этом мире. На самом деле вы воспринимаете мнение. Поэтому высшие юридические учения учат о том, что мы с вами и окружающий нас мир являются продуктом нашего сознания. Например, известный фильм «Матрица» – это все лишь образная попытка объяснения данного феномена. То есть если из фильма «Матрица» выкинуть всякие идеи о компьютерах, всякие идеи о том, что были какие-то роботы, которые несчастных людей засунули в какие-то мыльницы стеклянные, и те видят сны, то на самом деле фильм пишется о том, что мир является чистой энергией. И в конце фильма это в конце концов выясняется. То есть он выходит, главный герой в конце фильма выходит до «Матрица». А все остальные фильмы, которые после этого были, это просто заработать денег для тех, кто нифига не понял, о чем это все. Современная наука тоже пришла к выводу о том, что мир – это голограмма. Сейчас очень много интересных различных в интернете ходят фильмов, в ютубе, где рассказываются паразоксальные вещи. Например, говорится о том, что когда люди стали создавать все более сложные компьютерные игры, 3D, то ученые начали изучать этот феномен и выяснили, что формирование мира в компьютерной игре происходит по тем же самым принципам, по которым это происходит у человека. На самом деле человек видит нематериальный мир, а всего лишь то, что является его собственным отражением. Но пока наука с этим разбирается, мы можем с вами воспользоваться этим древним знанием уже сейчас. Что такое шесть бордо, вы знаете? Шесть бордо – это шесть промежутков видов существования между нашими перерождением. То есть, согласны, если вы верите в то, что существует перерождение, то есть человек перерождается, то, соответственно, вы должны понять, что между перерождением человека человек проходит в различных стадиях. И об этих стадиях мы сейчас поговорим, потому что важно очень понимать, что это такое, и чем это вам грозит, так сказать, как это можно использовать для улучшения своей жизни на самом деле. Как я уже говорил, есть шесть бордо. Первое бордо – это бордо жизни. Огляните вокруг сейчас. Вы смотрите, посмотрите на компьютер, да, все, что вы сейчас воспринимаете, это не что иное, как бордо жизни. Это ткань, ткань вашей жизни, которая соткана в вашем восприятии, которая называется жизнь. Кто-то скажет, ну как же так? Это, конечно, моя жизнь, она материальная. Если сейчас встать и стукнуться в бомбах в стену, то мне будет больно. Более того, если человек, например, воткнуть нож и не застрелить его, то, естественно, что он умрет. Да, конечно, это условие нашего бордо жизни, на самом деле. Бордо жизни является плотным, является твердым, конечно, да, и глупости, глупости оно не прощает. Но, на самом деле, бордо жизни формируется вот таким же образом, когда я вам рассказывал про матрицу, когда я вам рассказывал о высшей георгии и так далее. На самом деле, вы видите кино. И каждый из вас сейчас видит свой фильм. То есть он видит свою картинку, на самом деле. Представьте себе, что вы сидите в темном кинотеатре, одним и на экране идет фильм. Идет фильм, потом, скажем так, меняется кино, меняется фильм, допустим, да, и вы видите уже другую картинку. Это просто другая жизнь или, скажем так, другой промежуток времени существования. Здесь, в этом бордо, у нас есть шанс получить учения от учителя и узнать, как все устроено на самом деле. И самое главное, получить юридический опыт для управления перерождениями и обучениями бесмертного тела. Кто-то проживет эту жизнь безданных. Кто-то проживет, просто проживет и просто умрет. После того, как он умрет, не будет на самом деле, дорогие друзья, никакой романтики, которая создается в болливудских фильмах. Когда вы умрете, вы будете во сне, и вы ничего создавать не будете. Вы не осознаете, что вы умрете. И это является трагедией. А потом ваша память и ваша личность полностью разрушатся, и то, что уйдет в предыдущие перерождение, это уже практически ничто, то, что от вас останется. Никакой личности, которая якобы где-то существовала и куда-то переродилась, она не перейдет никуда. То есть вы реально умрете, на самом деле. Кроме того, в бордо жизни есть еще одно, бордо сна. То есть на самом деле мы каждый день с вами спим. Каждый день мы выполняем свою батарею при помощи того, что расслабляем сердце. Этот повторяющийся из-за дня в день опыт ставит в себе невероятные возможности на самом деле. В древних текстах говорится, «ближи как труп». Здесь, в этом состоянии, мы можем узнать, что жизнь – это сон, а сон – это жизнь. Каким образом? Дело в том, что все юридические учения, неважно, гаотские, индийские, китайские, китайские, соответственно, да, все они, многие об этом не знают, они практикуют в специальной технике работы сом-соснов. Почему? Дело в том, что в сон, в сон стоит в себе невероятные возможности. Сон – это врата, это врата в бессмертии, это врата в управляемое перерождение, сон – это врата в удивительный новый мир, на самом деле. Почему? Потому что на самом деле, когда человек умеет управлять своими с нами, если он осознает сны и учится по специальной методике их осознавать, что происходит. Ну, во-первых, со временем сны становятся плотными, то есть сны становятся совершенно такими же точно, как ваша повседневная жизнь. И когда сны становятся такими же полностью материальными, как повседневная жизнь, это вполне возможно, да, возникает большой вопрос, возникает большой вопрос, чем же является тогда ваше бодрственное состояние, чем же на самом деле является ваша жизнь. Тогда перепонка лопается, дек полностью меняется и, соответственно, обретает полный взгляд. Что еще это дает? Дело в том, что, как я уже говорил, на самом деле, когда человек умирает, то после смерти, когда его тело уже полностью умерло, он оказывается в другом состоянии сознания. И в этом состоянии сознания, то есть в посмертном состоянии, он на самом деле ничего не знает, что он этого не осознает. Он не обладает достаточно высокое осознавание. Так же точно, как во сне. То есть после того, как человек умирает, он находится в таком же состоянии, как во сне. Он ничего не осознает и ничего не помнит. Он видит введения различные, которые не связаны между собой на самом деле. Соответственно, что происходит? Через какое-то время его ментальное тело разрушается, его вышвыривает просто в следующую жизнь. Совершенно голова и лишенного памяти о себе есть в такой проекте. Это очень неприятная, скажем так, неинтересная и неприятная перспектива, и йога она не устраивает. Именно поэтому йоги, на самом деле, практикуют йогу, а не потому, что они хотят, чтобы у них попа была по луже, или для того, чтобы, так сказать, быть более здоровыми. Йоги стремятся к более высоким целям. Как я уже говорил, во сне, например, мы видим и слышим, но не глазами и ушами. В этом участвует только наше познание. Если мы научимся просыпаться во сне и действовать, то наши представления о себе и мире будут разрушены до основания, дорогие люди. Именно поэтому йоги используют практики сна и сновидений. В практике буддийской тантры используют йогу сновидений для подготовки к действиям и путешествиям в том консерте после своей смерти. То есть, если йог при жизни взял под контроль свои сны, да, и сделал их полностью управляемыми, осознанными, да, вот, соответственно, когда он умирает, он также точно берет под контроль свое подсмертное состояние. И получается, что он как бы не умирает. То есть, умерло его тело, но с той стороны он является осознающим человеком, и он может принимать решения и выполнять действия, которые позволяют ему родиться в более лучшей доле. И, соответственно, не страдать, потому что он обыкновенный человек после смерти, на той стороне страдает, потому что он видит различные ужасные видения. Вот, и эти видения зачастую приводят его к очень неприятным последствиям, потому что поступки и реакции посмертные, то есть после смерти, так сказать, в этом промежутном состоянии, так называемом бордо-встановлении, да, они имеют мгновенные последствия, в отличие от тех поступков, которые вы совершали в течение жизни. Допустим, вы могли, допустим, на кого-то злиться или на кого-то убить, например, да, то если полиция об этом не узнала, если вы можете прожить оставшую жизнь счастлива, и он ничего за это не будет. Если вы совершаете подобные вещи там, не осознавая то, что вы, где вы находитесь, то кормите кармические ветра, то есть вашей сомности, сомность к убийцам, сомность к тому, чтобы совершать негодные поступки и так далее, она мгновенно несет вас в соответствующее перерождение. И это перерождение может быть совершенно не в человеческих мирах. Вы можете родиться даже не в остриком, а в какой-нибудь инфузории туфликой, и раздаться очень много-много, бесконечное количество лет, скажем так, этой инфузории, и постоянно испытывать страх от того, что у вас пожрут или еще что-то там родное. То есть существует очень много очень тонких вещей, которые несут угрозу человеку после смерти. На этом же принципе основаны техники сновидения, описанная книга Карлоса Картанетта. Если вы читали Карлоса Картанетта, там описывается о том, что магия использует технику сновидения. И что они делают? Они также точно научились сначала осознавать себя во сне, в руки осознавать, потом осознавать, где они заснули, и до тех пор, пока в сон не превыстал полностью, не становился полностью контролированным и материальным. И тогда происходило слапывание двух миров, то есть бордо сна и бордо в повседневной реальности. И тогда что происходило? Дамаг обретал невероятные возможности. Почему? Потому что во сне можно летать, во сне можно оказаться только одним своим счетчиком, желанием, скажем так, в любом другом месте, скажем так. И когда оба мира сходят, то получается, что маг обретает невероятные способности в повседневной жизни. Но в практике дзовчен используют дзовчен, то есть в кандре используют йоги сновидения. Почему? Потому что им необходимо выполнять раздействие после смерти. Высшие мучения в дзовчен, и в адвайд-авидранте в частности, для сознательного прохода через фазу смерти и узнавания своего истинного состояния, что и называется полная юридическая реализация, необходима именно эта смерть. Почему? Потому что дело в том, что на самом деле мы с вами умираем каждый день немножко. Почему? На самом деле момент, когда человек умирает, и момент, когда человек засыпает полностью, это момент очень похоже. На самом деле мы засыпаем, мы не осознаем уже процесс, какие процессы происходят, прежде чем мы перейдем в сон. Дело в том, что есть фазы засыпания и фазы, когда мы оказываемся во сне непосредственно. Такие же точно фазы происходят, когда мы умираем, наступает полная чернота, фаза смерти, и потом нас вышвыривает как бы на ту сторону. Ну, мы вышвыривали на ту сторону, мы начинаем просто видеть другую картинку. Все эти вещи похожи, поэтому те, кто практикует югу сна, они тренируются для того, чтобы в момент смерти, после того, чтобы наступать в фазе черноты, такая же точная, как и во сне, оказаться в первой фазе бордо, так называемой чуник бордо, в своем истинном состоянии, узнать себя в своем состоянии и получить полную реализацию. Я извиняюсь, тема очень сложная, поэтому иногда я пытаюсь подобрать слова для того, чтобы вам было просто более понятнее, для того, чтобы не использовать всякие специальные, там, сибирские или индивидуальные термины. Соответственно, высшие йоги практикуют йогу сна, и когда они ее практикуют, в один прекрасный момент смерть не прекращается, то есть этот йог уже снова не видит. Это означает, что этот человек реализовал еще три жизни, и когда наступает его смерть, он просто приходит в другое состояние, обретает полную реализацию. Есть еще при жизни еще один вид бордо, еще один вид промежуточного существования, который объединен с нашей повседневной жизнью. Но существует он только для тех, кто для полностью реализованных йогов. Называется это бордо-йогов или бордо-медитацией, называют его. Настойчивый практик йоги обретает хитти, то есть сверхвозможность. А это значит, что он оказался в бордо-йогов. Теперь нет субъекта и объекта. Он реализовал единство, то есть тот самый союз йога, да, он реализовал единство. Теперь нет сна и бодрствования, и самое главное, нет смерти, которую надо бояться. Что происходит с человеком? Дело в том, что человек еще при жизни полностью разрушает вот этот вот естественно созданный барьер, да, энергетический, который делает его собственную энергию делить на внутренний и внешний мир. И когда это происходит, что происходит? Если, допустим, вы, допустим, своим телом можете двигать, это ваше тело, да, но не можете двигать, например, камнями, да, или, например, не можете двигать стаканом на столе, там, или еще что-то, да. Человек, который это реализовал, он это может делать, потому что окружающий мир, который он воспринимает, является продолжением его самого себя. Соответственно, в Сантен-Бордо происходят невероятные вещи, где он путешествует в невероятных мирах уже при жизни, да. Он может оказаться в любом месте, который выводит щелчок пальцем. Он может встречаться с удивительными существами и получать удивительные знания и учения различных. И многое другое. Примером Сантен-Бордо, этого вида Бордо является Шамбала. Слышали все о Шамбале, да? Так вот, примером Бордо-йогов является Шамбала. Она существует, но только в Бордо-йогов, и только для тех, кто реализовал делу Хала-Чакра-Таху. То есть, что это такое? На самом деле, возможно, что существовало царство Шамбала, физическое царство Шамбала, которое, возможно, было уничтожено масломанским ашествием, потому что там, где якобы располагалась Шамбала, сейчас находится масломанский страус. В то время там были очень сильные войны, и эти страны были буддийскими, пока не пришел Ислам и не уничтожил все такое. Но это история, мы не будем сейчас заниматься политикой, делаем и в этом. Мусор заключается в том, что в тибетской йоге существует много различных духовных технологий, и есть в виду различных видов, способов достигнуть реализации. То есть, на самом деле, есть различные школы. Ну, понимаете, как это все равно, как, например, школы живописи. Одни школы умеют так рисовать, другие так, но все рисуют живописи. Даже точно здесь. То есть, так называемые тантры, как тексты, как учения, да, это духовные технологии. И у каждой этой духовной технологии есть такое понятие, как чистая земля. Чистые земли. Чистые земли – это созданные миры, в которых потом обитают эти йоги. Эти йоги могут оказаться в этих мирах еще при жизни. И на самом деле эти чистые земли относятся к определенным тамбам. То есть, если говорить о Шамбале, то говорится о том, что Шамбала относится калача-кратанцу. Поэтому, если человек практиковал и ревизовал калача-кратанцу, тогда для него Шамбала, так называемая, существует. То есть, ее нет, дорогие люди, на самом деле. Она существует только условно для тех, кто ее ревизовал. Есть и другие различные чистые земли, существующие в мире школы. Вот, например, пример того, как действует, соответственно, так называемый Фонтен Бордо или, соответственно, Бордо-Бордо-Гилла. У меня Светлана спрашивает, вы владеете осознанными сновидениями? Скажем так, я не владел еще достаточно осознанными сновидениями, на самом деле. Потому что я вам объясню такую вещь. Просто помнить сны, это не означает, что вы владели осознанными сновидениями. На самом деле, очень много женщин и хатеристов, которые я слышал, они с упоением рассказывают о том, что они обладают осознанными сновидениями. Но когда я прошу их удержать внимание на точке на стене в течение 10 минут, у них не хватает от 3 минут. Они даже 3 минуты не могут задержать. Осознанное сновидение предполагает, что при жизни, при жизни вы, например, можете в течение часа запросто удержать внимание на точке на стене. Не просто глазами внимания, а вы не отвлекаетесь на мысли. Мысли вас не сбивают. Можете так, попробуйте. Если вы сможете, соответственно, тогда вы управляете. Наверняка уже управляете, потому что это автоматическое действие наступает. Если у вас высокий уровень осознавания и концентрация при жизни, тогда вы, соответственно, можете автоматически управлять своими сновидениями и помнить самое главное. А просто находиться в снах, в том, что женщины, в отличие от мужчин, является существованием более чувствительным. Поэтому женщине легче запоминают сны и все такое прочее. Но не надо путать память своих снов и то, что вы иногда помните себя во снах, тем, что вы управляете снами. Это совершенно две разные вещи. Это очень сложная вещь. Итак, следующее наступает бордом и ранее. То есть рано или поздно жизнь заканчивается, и мы оказываемся с вами бордом и ранее. То, что рождено умрет, и умирающий человек вспоминает прошедшую жизнь, как сон. То ли была, то ли нет. Впереди скорый, конец и неизвестный. И уже почти ничего нельзя сделать. Вот в этом состоянии происходят определенные процессы. Об этих процессах мы сейчас с вами поговорим. Это очень важно знать, потому что рано или поздно каждый из нас окажется в этой ситуации. Либо кто-то из наших родственников окажется в этой ситуации, а мы будем рядом. И мы должны понимать, что происходит. Признаки, приближающиеся к месту. Есть много различных тратат от элитов. Там очень много признаков этих. Но здесь у нас не до этого. Мы же не будем с вами говорить только к месту. Поэтому, смотрите, один из признаков на смерть. Первый день лунного месяца при надавливании на глазные яблоки вы не видите света. Вы можете войти сейчас в темноту, допустим, да? Оказалось, выключить свет. И, значит, закрыть глаза и слегка надавливается на глазные яблоки. И уже есть такие, знаете, круги такие возникают, да? И вспышки света. Вот если этого не происходит в первый лунный день, значит, вы находитесь в опасности, вы можете умереть. Вы из низких смех. Далее. Если пропадает естественный шум в ушах. Что такое естественный шум в ушах? Когда, допустим, вы находитесь где-то в доме, например, бывает так, что летом, например, в зной, да? Когда ветер не шумит, и люди по улице не ходят. Стоит такая тишина везде, да? И в доме стоит тишина, и ночью тишина. И такое ощущение, как будто звон стоит, звенящая тишина. Что звенит в тишине? В тишине звенит ваша, собственно, энергия, энергетический канал. Это она звенит. Поэтому, если вы перестали слышать легкий смех в ушах, и вот даже сейчас можно слегка слышать фона, 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 то это очень плохое время. Далее. Сны. Значит, например, снится, что спускаетесь с горы в темное место. Или вас туда видит черный человек или зверь. То есть, этот сон не относится ни к тебе, ни к чему. То есть, здесь нет культурных сонослоений. Сны, что мы спускаем горы в темное место. Понимаете, да? Как это у вас будет во сне, там, какие дополнительные опции, не везем? Ну, смысл, да? Или туда вас ведет черный человек или черный зверь. Черное, темное, вниз спускаем. Понятно, да? Например, вам регулярно снится заход светил. Солнце и луны. Это тоже очень плохое место. Теперь, что важно знать об этих снах? Такие сны могут присниться один раз, ничего страшного. Но страшнее, если этот сон приснился перед тем, как вы просыпаетесь. То есть, утром. Утром перед тем, как вы проснетесь, если у вас такой сон приснился, то это уже плохо. Если этот сон утром повторился два или три раза, это совсем плохо. Понятно, да? Вот так примерно к этому надо сноситься. Далее. Бывает так, что возникает сильная перемена характера человека. Злобность и раздражительность. Но человек, который пожилой часто, за жизнь накапливает много болячек, поэтому человек может быть раздражительным. Потому что он всех постоянно плохо чувствует. Это понятно. Но бывает так, что человек очень резко меняет. Ни с того, ни с чего непонятно. Он становится просто как взбесилка. Он становится раздражительным, становится просто жилым просто. И нехорошо себя ведет. Зачастую это бывает связано с тем, что человек готовится умирать. Как происходит процесс умирания? Если человека не сбила машина на смысл сразу, и человек умирает, например, на постели среди родственников, то происходит все примерно так. Сначала выходит из равновесия пять пран, так называемых. Что это за пять пран? Дело в том, что когда мать и отец начинают новую жизнь, то белый элемент отца и красный элемент матери соединяются в утром же матери. А между ними возникает третий компонент. Это сознание перерождающегося человека. Сознание перерождающегося человека порождает первый вид энергии. Самое важное, это поддерживающий жизнь прана. Прана, которая формирует все остальные энергии. Эти праны порождают всю чакровую и канальную систему. То есть каналы и чакры порождаются благодаря этим этим энергиям. Это самое главное. Что мы будем понять. Соответственно, порождаются вот эти вот пять пран. И когда человек начинает умирать, начинается все эти праны. Эти праны начинают приходить расстройство. Расстройство в объединенном порядке. Сначала нарушается всепроникающая прана. Когда нарушается всепроникающая прана, у человека становится тяжелым, как мешок ватный. Всепроникающая прана связана с физическим движением. Поэтому человеку становится таким мешковатым, скажем так. Ему трудно двигаться. После этого всепроникающая прана выводит из равновесия поддерживающий жизнь праны. И что возникает? Нарушаются органы чувств, восприятия, органы чувств. И человек начинает плохо видеть, плохо спросить. Все это становится не таким. И это пугает человека. И возникает расстройство нисходящей праны. Оно проявляется часто в нарушениях проблемах толстых пишечников и лишних нервозных. Когда нисходящая прана нарушена, она начинает, как эффект домино, она начинает приводить из нормы восходящий пран. А восходящий пран отвечает за дыхание. И когда человеку становится плохо дышать, неудобно дышать, возникает проблема. И после этого сразу нарушается прана, поддерживающая пищеварительный огонь. Что происходит? Человеку становится холодно. У него становится меньше тепла. И начиная с этого момента, когда поддерживающий огонь прана разрушается, начинает разрушаться чакра земли, чакра, пубочная чакра. Почему? Потому что когда я вам рассказывал, что формируется жизнь, когда мать и отец начинают, то вместе с этими элементами, со всеми, начинает формироваться первая чакра. Это первая чакра, это пубочная чакра. И, соответственно, когда человек умирает, начинает разрушаться пубочная чакра. И этот процесс называется растворение земли в воде. Затем разрушаются внутри человека элементы, то есть качество элементов. Земля, вода, огонь, ветер и пространство их смещающие. То есть сначала растворяется элемент земли в элементе воды. И человеку совершенно становится трудно двигаться. То есть этот человек уже сам без посторонней помощи двигаться не может. Сила становится налитым, как свинец. И его только разрешение по ходу руки вали. После этого, когда элемент земли растворился в элементе воды, элемент воды растворяется в элементе огня. И возникает пересыхание всех слизистых оболочек. То есть нарушение водного обмена. И у человека возникает сильная жажда. Склеры, глаз, все, соответственно, все связано со слизистой оболочкой, все это пересыхает. И тех просит воды. После этого возникает, когда элемент воды растворился в элементе огня, элемент огня растворяется в элементе ветра. И тогда человек начинает кидать в жажду холод. И в конце концов тепло полностью уходит из него. И его пронизывает в мобильный холод. Человек начинает очень сильно нервнуть и просит его согреть. Но согреться он уже не может. Потому что этот процесс уже необратимый. Если когда нарушается правильный процесс обратимый, то здесь процесс необратимый. После того, как эта стадия прошла, элемент ветра растворяется в пространстве. И в процессе происходит нарушение дыхания. То есть человек уже перестает психически осознавать родственников. Он начинает трудно дышать. У него возникает дыхание предсмертное. Типа дыхание чейно-сокса. И он делает последний выдох. И на этом растворение элементов ветра в пространстве заканчивается. И элемент пространства растворяется в его сознании. Что происходит в этот момент? Затем растворяются мужской и женские элементы. Те, о которых я говорил. Помните? Белый элемент отца и красный элемент матери. В голове у нас находится белый суский элемент. По мере того, как он растворяется, начинается движение этого элемента вниз к сердцу. Когда начинается движение вниз, в нас исчезает 33 состояния сознания, связанной с агрессией и отвращением. И мы ощущаем, что все окрашивается белый цвет. Мы сегодня с вами практиковали. Помните? Первую практику, вторую практику. Второй практики у нас у мужчин правый канал. Вот именно эти ветра, эти 33. 33 состояния сознания и циркулируют в этом правом канале, о котором мы сегодня говорили. Вот они, соответственно, растворяются, и человек видит, что все становится белым. Чем он видит? Он уже умер, тела у него уже нет. Чем он видит? Конечно же, ни в своем глазах. Понимаете, да? Затем красный элемент матери начинает движение вверх, и вместо своего обычного расположения, ниже кубка. Мы чувствуем, что все окрашивается в красный цвет, и теряем способность испытывать 40 состояния сознания, относящихся к термам, привязанности и желаниям. То есть это женские качества, так называемые нашего сознания, женские ветра. И обитает они в левом канале у мужчин, а у женщины в правом. То, что мы сегодня с вами проходили. И когда они растворяются, приходят в сердце, соответственно, то что возникает? Человек испытывает видение космоток. Когда белая эссенция отца и красная эссенция матери встречаются на уровне нашего сердца, растворяется всем состояние сознания, связанных с неведениями, и все становится черным. То, что мы сегодня говорили о центральном канале, различных качествах неведения, это те самые всем качествам, тем ветров, кормите, связанных с неведениями. Все становится черным, так же точно, как каждый день, когда мы засыпаем, мы проходим эту стадию черноты, точно такую же. И, соответственно, обученный человек проходит в нее, как нож, входит в масло. Обыкновенный человек полностью забывает. И все становится черным. И наступает настоящая смерть. После того, как состояние черноты проходит, человек просыпается, начинает действовать снова тонкие ветра. И человек начинает обнаруживать в себя пространстве, пространстве яркого света, ослепительного света и очень громкого звука. Просто такое ощущение, как будто вся вселенная ревет. Так описывается это, да. То есть очнувший, он оказывается лицом к лицу со своим бессмертным осознаванием. Этот свет и этот звук, это свет и звук его естественного состояния. Это не что-то внешнее по отношению к нему. Очнувшись в первое мгновение, он увидит свет своего бессмертного осознавания. Он так пугающе ярок, что он захочет от него следоваться. Так начинается следующий бордо. Так как он испытывает большой страх, его вышвыривает, как бы, вышвыривает следующее состояние. Состояние бордо-хармата. Бордо-становление. Каким-то странным был тот день. Был свет, но я не видел тени. Дянул я в зеркало в упор, но отражения не нашел. Вот в таком состоянии человек находится. То есть он оказывается в бордо-становлении, где он не осознает, что он умер. Он находится в таком же точном состоянии, как при жизни во сне. Только одна разница большая. Здесь в этом состоянии его ждет, ожидает большая опасность. Здесь его реакция на различные видения, которые он летит, она наказуема. Здесь, испытывая, скажем, гнев, или испытывая, допустим, вожделение, или еще что-нибудь, то есть проявляя эти кармические ветра, человек может очень быстро на этих ветрах улететь в такое место, где он может стать не человеком, а с мира, а просто воздухом. Или оказаться еще в более жутчайшем состоянии, где вообще нечеловеческие, не животные миры. Где он будет ужасно страдать. То есть здесь нет никаких на самом деле, как объясняют люди, ада и рая, ада, где жарят людей на сковородках, и так далее. Здесь намного все хуже. Почему? Потому что здесь вы можете оказаться в одном мгновении, в каком-нибудь мире, откуда потом будет очень трудно выбраться, вы будете совершенно не осознавать. Ведь все ваше ментальное тело разрушится, вы не будете в таком. Кстати, вот здесь стихи написано о том, что «Был свет, но я не видел тень, взглянули в зеркало в упор, но отражение не нашел». Кстати, на самом деле, традиция зонавешивать зеркала, знаете, когда убирает родственник, да, кто-то в доме, она связана не с тем, что кто-то из зеркала на вас нападет, или покойник, который на вас посмотрит, и вы напугаетесь. В самом деле, в зеркало занавешивается за покойник. Почему? Потому что он не осознает, что ему нравятся, потому что он умер. И когда он подойдет в зеркало, он будет ходить садиваться. Соответственно, он воспитает ужасный шок, потому что он увидит, что отражения нет. Это будет ужасающий шок для него, и ужасающий вред. Поэтому этого делать не помните очень любя. Мы должны занавешивать именно для этого. Что видит практика шитро? Мы сегодня с вами говорили о танцитической системе шитро, о практике шитро. Так вот, если вы читали, кто-то из вас читал книгу Богофи-Дол, то в книге Богофи-Дол соответственно, описано там всякие божества появляются, и так далее. Так вот, что видит практика, которая практикует соответствующую йогу? Йогин вместо беспорядочных и ужасных видений, которые видят обычные человека, виденых простым человеком, видит божеств мандал, которые суть его собственной энергии. Узнавая их, йог используйте для ориентации и управления ситуацией в потушечественном мире. Благодаря практике при жизни йог способен с легкостью выбирать место и условия для последующего раздвения, или же не раздаться более совсем, на самом деле, то есть полностью реализовать. На самом деле, то, что написано в книге Богофи-Дол в детских и демоков, это написано для йогов. А многие люди думают, ну, какая глупость, ну, разве я могу верить в такую чувство? Ну и правильно, вам верить в такое не надо. Потому что ничего такого с вами не произойдет, на самом деле. Это произойдет только с тем человеком, не с тебецом даже, это произойдет только с тем человеком, который практиковал шитро, и который интегрировал различные образы, с различными своими энергиями. И, соответственно, когда он умрет, он может использовать их как рэперы, как ориентиры, как маяки для того, чтобы продвигаться и определенным образом действовать, для того, чтобы управлять жизнью смирств и перерождением. Вот для чего, на самом деле, необходимы подобные вещи. Учение тантре и джохче, на самом деле, является путем безмерствия и контролируемого перерождения. Что видит простой человек? Простой человек переживает видения, связанные с культурой, то есть, где он жил, в каких условиях он жил, и местом своего бывшего проживания. Эти видения похожи на сон, и он не понимает, что он уже умен. Вместе с тем, он может видеть свой дом, в детстве, и может видеть таксосторонних существ Бордо. Мгновенно оказывается в разных порой устрашающих местах. Бордо в становлении человек находится в среднем 49 дней. Что происходит с человеком в Бордо в становлении? В Бордо в становлении человек находится, как я уже говорил, в течение 49 дней. За это время постепенно его личность разрушается и полностью стирается память о теперь уже прошлой жизни. Но, самое главное, в Бордо в становлении человек закладывает основы для услуги следующей своей жизни. В зависимости от совокупности эмоциональных реакций на ведение Бордо карма человека поздревает и он попадает в 1 из 6 миров. Йоги при жизни тренируются воосознавание и готовятся к этому виду Бордо, так как здесь существует опасность рождения не в человеческих мирах и в очень неблагоприятных условиях человеческой мире. То есть, о чем здесь говорить? 49 дней. 49 дней считается, это условные 49 дней, в среднем человек пребывает в этом состоянии, в этом виде два дома. И что здесь происходит? В течение 49 дней происходит разрушение его памяти. Памяти о себе и его личности. Поэтому, когда подходит время снова рождаться, что происходит? Если ему рождаться в человеческих мирах, то он видит перед рождением он, соответственно, видит совокупляющийся пар матерей и отцов. И если он является женщиной, то ему может понравиться обнаженный мужчина. И тогда, соответственно, ее влечет, такая объясняется, ее женщина влечет в утробу своей матери. Если это мужчина, то ему может понравиться обнаженная мать. Соответственно, он опять-таки его растягивает в утробу и он идет, соответственно, в следующий перед рождением. Но на самом деле, здесь говорится о том, что самое главное бордо-встановление в чеке закладывает условия для следующих своих жизней. Дело в том, что какие условия человек приобретает, качества, то есть, что он привык делает, что он делает, какие поступки совершал, какие привычки приобрел, какие реакции. И эти привычки, реакции являются кармическими витрами. И эти кармические витра, я уже говорил, бордо-встановление мгновенно его в лицу в зависимости от реакции наведения, которое он испытывает, в этом сне. Соответственно, они увлекут новое, новое, новое прирождение. Это очень важно, и на это нужно обратить внимание. Это говорит о том, что при жизни нам всем надо быть очень внимательны с нашими эмоциями, с нашими поступками, и в том, как мы относимся к другим живым существам и людям. Каким образом формируется и созревает карма на самом деле? Структура нашего сознания такова, что на самом деле мы сами и есть воспринимаемые нашими органами чувства в окружающий мир есть единое пространство нашего осознавания. Все воспринимаемое нашим сознанием, как внутри, как и снаружи, есть наша собственная энергия. Воспринимая ежемнодеренно огромный поток информации, энергии, восприятие нашим сознанием проходит через четыре стадии. То есть восприятие объекта, чувственная оценка, приятие, неприятие, нейтральная оценка, развлечение и бессознательное впечатление. Что это такое? Восприятие это когда орган чувств, когда сознание чувств впервые сталкивается с этим-то объектом. Мы его воспринимаем, но еще на него не реагируем. Второй этап на него реагируем эмоционально. Либо испытываем отвращение к нему, либо испытываем довязанность к нему, либо испытываем нейтральное ощущение. После этого наступает вторая стадия, стадия объектности, когда видимый набор энергии, скажем так, воспринимается как объект. На самом деле вы должны понимать, что то, что вы воспринимаете сейчас как набор объектов, сейчас вы смотрите, например, у вас стены, потолок и так далее. На самом деле это благодаря тому, что вы этому научились. Если вы вспомните, например, своих детей, маленьких совсем, которые только-только родились, и ребенка глаза блуждают, глаза не могут ни на чем сосредоточиться. Обратите внимание. почему? Потому что у ребенка не работает вторая, третья стадия, когда он способен схватывать объекты и выделять объекты. Понимаете? Вот так вот, следующая стадия это выделение объектов. На этой же стадии зарождаются такие вещи, как память человеческая. Что создает соответствующее отношение к объектам. На четвертой стадии это десознательные впечатления. Десознательные впечатления это самая карма, кармические витра. То есть здесь складывается что? Когда мы реагируем на какой-то объект регулярно одинаково, то слагается привычка. И эта привычка это четвертая стадия, на которой мы привычным образом реагируем на многие вещи. Соответственно если мы привыкаем реагировать негативно к чему-то, то мы реагируем на это постоянно таким образом. Это и есть кармические причины. Это называется первичные кармические причины. В каком виде карма себя проявляет в последующих рождениях? На самом деле. Есть такое понятие как первичные кармические причины и вторичные кармические причины. Первичные кармические причины это те самые склонности, которые мы приобретаем в причине жизни. Что такое вторичные кармические причины? Вторичные кармические причины это внешние проявления. Соответственно Каким образом, у нас есть такая поговорка «вдруг познается тебе». Почему друг познается тебе? У друга имеется определенное качество. Пока мы, допустим, некому другу даем деньги взаймы, угощаем его воской и пивом, это друг самый лучший. И вдруг мы с вами разорились, не дай бог, решились дома и что-то подобное. И тут мы приходим и говорим, а можно я у тебя поживу дня три недолго? А он говорит, знаешь, у меня жена, она не будет когда, и он вас выпускает. Ты говоришь ему, ну дай мне хотя бы пару тысяч рублей, мне жить не на что. Он говорит, да нет, у меня совсем немного осталось. И вдруг выясняется, что вдруг он как бы не друг. Что произошло? На самом деле ваш друг таким и был. Вы удивляетесь, что он таким стал? На самом деле он таким был. Просто ситуация не созрела. Внешне вторичные кармические причины не созрели для того, чтобы его негативные качества, первичные кармические причины проявились. То есть вторичные кармические причины заставляют проявляться первичные кармические причины. И к тому же, когда мы говорим о первичных и вторичных кармических причинах, кармические причины чего, дорогие друзья? Давайте разберем. Какие такие причины? Причины чего? Причины болезни, причины несчастья, причины потерь, причины всех страданий, которые мы испытываем в течение жизни на самом деле. Чтобы устранить причины физических и эмоциональных страданий, а также избавить от дурной участия в этой жизни и последующей рождении, давайте проведем с вами небольшой опыт. Мы с вами прочитаем вместе мантру Ваджасапва, очищающую негативную карму. Всего три раза. Эта мантра называется 100-шлоговая мантра. Что это за 100-шлоговая мантра? Почему 100-шлоговая? Если вы в течение вебинара внимательно слушали, то когда я говорил о том, как человек умирает, разрушается его сознание, то мы говорили о том, что сначала разрушается 33 мужских качества, потом 40 женских качеств и 7 качественных видений. Все вместе это 100. Это 100 кармических ветров, основополагающих кармических ветров, из которых вкладывается наше кармическое тело. И сейчас мы с вами прочитаем эту мантру, 100-шлоговую, которая воздействует на 100 из этих кармических ветров. Итак, давайте мы с вами сделаем. Приготовьтесь. Я буду читать, и вы можете за мной повторять. Итак. Спасибо. вот такая замечательная мантра очень полезная а перейдем дальше так дорогие друзья мы с вами говорили о карме очень разносторонний у каждой из вас есть различные проблемы и эти проблемы еще ждут вас впереди вас ждут среди различные болезни вас ждут различные проблемы как любого другого человека как и меня для того чтобы устранить эти проблемы уменьшить уменьшить их количество скажем так и избавиться от них в обществе это существует конкретный термитический метод который действует очень мощно поэтому чтобы устранить причины страданий продлить жизнь стать сильным удачливым и иметь отменное здоровье необходимо использовать методы очищения своего кармического тела это вы можете научиться на курсе обучения трем термительским методам кармического очищения это настоящие методы древнего джояны а не выдумки современных катастрофических фантазеров эти методы практикуемые вместе настолько мощны что могут не только избавить от тяжелых болезней но разрешить множество материальных проблем вашей жизни на курсе вы узнаете все от антритических методов очистки карма избавляющих от болезней и внешних проблем о том как на самом деле формируется и очищается карма а не так как это описывает фантазеры современного литеризма как ваша карма и ваши болезни связаны с системой конкретных кармических петров каналов и чак и как управляя этими ветрами избавляться от болезней и проблем на курсе вы научите техники чтения мантры 5 элементов для очищения кармического тела детской техники дыхания и управления тремя главными энергетическими каналами техники избавления от негативной кармы и болезней с помощью легкости и чищающих дыхания техники жилье и удаление 최대 край этих образований Rochester активных кар색 образователи яп是 именно теперь кармические облажания тех услуг клиент moderate и бараты продают страницу сегодня и пройдет паровед、 завтраш site пор io до этой работы сегодняшние и проблемы неудованием в стаканах Вы научитесь технике раскрытия пяти главных чакр и устанавливания блокировки энергетических каналов, а также вы научитесь пяти специальным упражнением Ян-Трансалум для очищения кармических ветров и каналов. Сегодня вы можете существенно сэкономить, привлекая курс. Так же для участника вебинара у меня в течение двух дней действует скидка 30%. Скидка 33% действует лишь в том случае, если вы делаете заказ прямо сейчас. То есть, если вы делаете заказ прямо сейчас, это вас ничему не обязывает, но мы будем видеть, что на вас распространяется скидка и она за вами сохраняется. Но оплатить этот заказ можно в течение двух дней. Для получения курса, обучения трем стандистическим методом кармического очищения с 33% скидкой, вместо 3600 рублей, всего 2400 рублей, перейдите по ссылке в чате, пожалуйста. Итак, вы можете оплатить этот курс, вы можете в течение двух дней, у вас есть время, но, пожалуйста, сделайте заказ сейчас, для того, чтобы вы видели, что скидка на вас распространяется. Переходите, пожалуйста, по ссылочке. Ольга вам кинула, соответственно. Но это не все, дорогие друзья. Те же, кто приведет сегодня курс до 24.00, получат в подарок видеокурс «Как оздоровить органы, воздействуя на чакры и каналы». Изучая этот курс, вы сможете оздоровливать любую часть тела, исцелять любой орган, исцеляющий воздействие на целую систему органов, включить процесс общего восстановления своего организма, а с помощью дополнительных занятий и моих консультаций даже научиться исцелению других людей. Приходите, дорогие друзья, по ссылочкам, приобретайте курс обучения трем стандистическим методам кармического очищения и получайте от меня еще один замечательный подарок. Кроме всего прочего, дорогие друзья, я хочу вас предупредить, что человек, который приобретает мои курсы, становится моим учеником. Этот человек, это ничем человека не обязывает, то есть вас это ничем не обязывает. Но это обязывает меня. Как обязывает? Я даю бесплатные консультации по этому курсу. То есть, если вы приобрели курс, и у вас что-то не получается, вы можете не беспокоиться, потому что вы можете смело написать им письмо, потому что курс я вам отправлю со своего адреса. И у вас будет мой адрес. Вы мне напишите и скажите, я хочу с вами пообщаться, например, пообщаться с вами в скайпе. Или просто напишите мне письмо. Соответственно, я вас всегда проконсультирую и меня однократно совершенно бесплатно. Вот таким образом. Итак, переходя по ссылочке, вы окажетесь на страничке. На страничке вы, страничке, значит, оформления заказа, вы напишите свое имя и мейл и телефончик. Нажмете кнопочку «Оформить заказ». После этого вы окажетесь на страничке, где будет много-много всяких способов оплаты. Выберите подходящий вам способ оплаты и сделаете, соответственно, оплату. После подтверждения оплаты заказа вы получите доступ на занятие на вашу почту. То есть, что произойдет? После подтверждения оплаты заказа вы получаете курс от меня лично на почту. С моего адреса. Если у вас возникают вопросы, вы легко можете мне напишать. Попросите меня у Диенции. И проконсультировайте меня. Кроме этого, вы имеете еще одну возможность. Если вы становитесь моим учеником, вы можете стать моим подписчиком и получать, скажем так, и приобретать курсы с 33% на скидкой на различные темы. У меня очень много курсов. Курсы, связанные с проблемами нишиштау, со здоровьем нишиштау, позвоночника, органов малого таза у нас нет, гормональной системы, много-много прочего другого. То есть курсы такого, знаете, утилитарного, конкретного характера. Поэтому, пожалуйста, приобретайте курсы, смотрите с моими учениками и будьте здоровы, дорогие друзья. Если есть вопросы, я быстренько на них сейчас отвечу. Буквально одну минутку. Есть вопросы, потому что я уже должен уступить к месту следующему спикеру. Спасибо вам за мою оценку. Я так понимаю, что вопросов нет. Тогда, пожалуйста, если вам понравилось, если вам было интересно, я ждут вас. Воспитательные знаки, сердечки. Пожалуйста, кто на что бы рад. Так. Марина спрашивает, сколько лет нужно учиться в Адзояне? Давайте говорить не сколько лет учиться, а в Адзояне необходимо учиться, для этого нужно учиться у тибетского учителя. Вы можете в интернете, учителя свободно разъезжают, приезжают в Москву и другие города. Вы можете обратиться к любому из них, у этих учителей. Например, к моему учителю, он нам в коронавирус. Вы учиться у него сколько хотите. Сколько вы будете учиться в Адзояне? Я же не знаю, что вы хотите от Адзояна. Это во-первых. Если понятно, что вы хотите от Адзояна, и понимаете, Адзояна изучается для высших духовных достижений. То есть это не оздоровительная система. Я вам сейчас сразу хочу подозревать. А Адзояна – это тибетский тангический буддизм. Чтобы вы понимали, что это Адзояна. Поэтому, если вы в интернете найдете учителя, прочитаете об нем, он вам понравится. Пожалуйста, вы можете выучить его ученику, выйти на этого учителя и учиться. И выяснить, сколько вам учиться. Потому что, на самом деле, никто не может сказать, сколько вам учиться. Марина пишет, просветление? Да, просветление. До самого просветления. Спасибо, дорогие друзья. За отзывы, спасибо за внимание. Я заканчиваю. До свидания. До новых встреч. Крепкого вам здоровья и удачи. Всего хорошего. Продолжение следует...